Съемка идет для женщин, для девушек, для всех возрастов. Оп! Аккуратно, Евгений. Прям норовите оторвать мне проводок. Трикотажные кеды. Ну, то есть они и нарядные, и в то же время очень элегантные и спокойные. Такой cracked материал в ценовом диапазоне около 20 тысяч. И добавили такую резиночку, которая будет держать ногу очень плотно. Вот видите даже сочетание, да, какое будет красивое, зеленое. Ну, тренд такой, да, тренд на спорт и тренд на удобство. Всем привет! Меня зовут Ксения Макжанова, я главный байер Люксе. Сегодня я бы хотела сделать небольшой экскурс для вас по трем премиальным маркам. Мой выбор пал на три бренда итальянских. Это Vic Matie, это бренд Lola Cruz. Свежая для нашего универмага, опять же, новинка с этого лета, это Katmokoni. Давайте пойдем поближе, посмотрим. Вот наш уголок премиальных брендов. Значит, здесь мы встречаем итальянский первую... Давайте первое внимание отдадим Vic Matie. Это бренд действительно потрясающего качества. Обувь делается на любой вкус и цвет. Тут немножко замешан микс. Я сейчас обращу наше внимание непосредственно на Vic Matie. Вот, например, спортивная линейка. Очень классные трикотажные кеды. Как высокие, так и низкие, вы видите, да, интересная очень отделка, такая шерстяная. Такого, наверное, вы сейчас нигде не встретите, кроме этого бренда. Вообще, в универмаге очень-очень большой вариаций на выбор обуви. И здесь можно найти практически любой вариант на любой вкус. Начиная с кед, также бренд представляет, смотрите, такую очень удобную модель на платформе. Она внутри не утепленная. Допустим, вот эти кеды будут теплые за счет того, что это шерсть. И за счет того, что она, ну, такая немножко пушистенькая, действительно будет тепло, как в носочке в домашнем. Здесь за счет хорошего качества плотной кожи и достаточно высокой платформы вы тоже сможете ходить, ну, довольно долго, можно сказать, да, до минус, например, 10-15. Думаю, эта пара выдержит. Обратите внимание, да, любит викматье платформу. И, в принципе, это очень удобная обувь в холодное время года, потому что не промерзает подошва. И даже если нет внутри наполнителя никакого, ну, не наполнителя, а меха, либо какой-то шерстяной прокладки, либо нет подкладок шемирового, вы всегда будете чувствовать себя комфортно. Очень такой, ну, тренд этого сезона, так скажем, это меховые изделия. Мех не только приветствуется верхней одежде, например. Мы видели, да, с вами делали обзор верхней одежде, обратили внимание, что очень модные дубленки и меховые шубы, полушубки из искусственного меха, из натурального, из овчины. В том числе на обуви это тоже такой особо яркий тренд, когда мы видим мех снаружи. Вот здесь мы можем посмотреть такие несколько моделек. Так, это как раз дубленка, вывернутая наружу. Внутри у всех четырех моделек стелька очень толстая, меховая, прям, прям толстая. Достать можно? Достать? Нет, она приклеена. Я, к сожалению, ее не смогу вам показать. Ну, если камера так вот уловит, нет? Ну, окей. Поверьте, пожалуйста, мне на слово, приходите, померяйте и сами проверьте вживую. Давайте еще хочется обратить внимание, у Вик Матье в частности, это действительно must-have сезона казаки. Казаки, здесь мы видим, выполнены из разных вариантов кожи. Такой шайни с потертым носом и пяточкой, то есть сразу некоторые моменты вытерты, чтобы в носке, ну, такой винтажный образ, вид им предан. И вы, я просто себе на самом деле купила именно эти, эту пару обуви, потому что не всегда в носке я аккуратно. И когда очень много командировок и за рулем, чаще всего носок и пяточка стираются. Этот такой, это не глиттер, да, это именно элегантный и очень утонченный эффект, переливающийся такой шиммеринг на данной паре. Ну, то есть они и нарядные, и в то же время очень элегантные и спокойные. Абсолютно такая же модель, вы видите, даже по швам, да, выполнена. Они суперудобные, я говорю вам, как носитель этой пары. И такие же абсолютно казаки выполнены в белом цвете. Ну, а белый цвет вы уже знаете, допустим, вы смотрели на ютубе выпуск Александры Кириенко, и она рассказывает про белую обувь, в том числе. Белый цвет, это must-have этого сезона. Я считаю, что без казаков в белом цвете вы можете даже не прожить эту осень. Я обращу, давайте, ваше внимание. Вик Матье очень, очень внимательно подходит к выбору своих raw material. Это, то есть в основе лежат супер качественные материалы и обработка. В тренде этого, этой осени, зимы, такие очень переливающиеся металлические оттенки. Мы их видим в верхней одежде, например, у Yenki Yenki мы рассматривали с вами. И если вы с нами не первый день в Instagram, то обратите внимание, что металлический цвет присутствует как в верхней одежде, так и в аксессуарах, в сумках и вот в том числе в обуви. Вик Матье особое внимание этому уделяет. Обратите, опять же, свое внимание на то, что... Сейчас я поставлю, не очень удобно. На то, что вот три пары, давайте вот сюда поставим. На то, что эти три пары, они выполнены абсолютно в разном материале и разной обработке. Это такой крэкт материал. Сначала наносится краска и затем ее в специальных машинах и ручной работой сминают, достигая винтажного эффекта. Здесь совсем другой подход в обработке. Это сразу наносится блестящая... Ну, не блестящая, а краска металлического оттенка на уже структурную кожу. Ну и здесь, конечно, безумно деликатная... Опять же, это будет краска нанесенная, но она в несколько слоев. То есть это, конечно, не будет стираться и никуда уходить. Здесь, наверное, самые удобные в носке в плане, если вы не супер аккуратны, вдруг... Ну, вдруг... Вот эти две пары будут очень удобны, потому что они уже... им предан винтажный вид. Также есть вот такая модель. Мы видим красивый декор. Декор нас, опять же, не то, что напоминает, Но эти детали в моду, так, давайте грубо скажем, в моду ввел Александр Вэнг в свое время. И многие бренды сейчас заимствуют. Особенно премиальные бренды заимствуют некоторые детали. В премиальном сегменте вы сможете в люксе найти в том числе свою любовь. И, безусловно, многие премиальные бренды вдохновляются люксовыми марками и настоящими знаменитыми дизайнерами, такими как Александр Вэнг, Сен-Лоран и так далее. Вот, например, эта модель была вдохновлена брендом и уже немало нашумевшей моделью Александра Вэнга вот на подобном каблучке из молнии. Пожалуй, на Вик Матье мы остановимся на этом и перейдем к бренду, который называется Лола Круз. Это испанский бренд. Если я вначале сказала обобщенно, что поговорим об итальянских брендах, я вас немножко обманула. Этот бренд испанский. У него также широкая линейка. Они делают как классическую обувь, так и спортивную. Опять же, возвращаясь к казакам и модным в этом сезоне декору из различных стаций, пайеток и даже стеклянных каких-то мозаик, мы можем найти в Лола Круз. Безумно романтичный и в то же время немножко дерзкий и озорной бренд, который играет с этими деталями, о которых я уже сказала, да, стаци, дотцы и вот напоминания какие-то подобные перламутру детали. Вот создает такую прекрасную коллекцию. Это очень удобные казаки, опять же говоря, в мосхевах этого сезона. Плюс еще вот такие статики, которые выполнены в виде звезд. Это дополнит любой образ. Можно носить как с кожаной курткой, так и под оверсайз пуховик. Но, конечно, казаки чем прекрасны? Тем, что они создают полностью образ. То есть вы можете просто быть в черных джинсах, в футболке, и казаки сделают вашу вечеринку 100%. Особенно такие. Другая модель тоже со стациями, которая мне очень, в частности, импонирует. Это такой ботильончик на невысоком каблуке, по сути, очень удобным. И также выполнен стациями в виде звезд. Звезды, потому что это один из трендов был в прошлой осени, который переходит в этот сезон. То есть звезды, понятно, что по своему значению звезда может быть как путеводной, так и вы можете быть звездой. Ну, то есть это очень хороший символ, поэтому многие бренды к нему склоняются. Обратите внимание, внутри широкий взъем, и, возможно, вы будете переживать. Но не стоит о том, что у вас будет выпадать нога, потому что здесь бренд продумал дизайнеры. И добавили такую резиночку, которая будет держать ногу очень плотно. Также покажу абсолютно идентичную модель. Она суперудобная. Опять же, я себе намерила эти ботиночки обязательно приобрету, потому что в них действительно очень комфортно. Невысокий каблучок совершенно. И они могут быть как короткими, такими широкими ботиками. Их можно будет носить с джинсами, например, укороченными, широкими. Так можно и развернуть, надеюсь, с юбкой, с короткой или с длинной, неважно. В зависимости от того, какой у вас будет образ. Они подходят, в общем, ко всему. В том числе и с узкими джинсами любого цвета. И цвет у них потрясающе оливковый. Как раз цвет этой осени. Один из цветов, так скажем. И опять есть эта резиночка, которая помогает держать ножку. Очень комфортно. Рекомендую обязательно примерить. Обращу ваше внимание, опять же, у Лолы Круз эта модель была навеяна из высокой моды. В частности, брендом Акне Студио. Вот такое легкое напоминание. Тоже комфортно, несмотря на высокий каблук. Очень комфортная обувь. Конечно, мы не можем пройти, возвращаясь к Вик Матье. Да, Сен-Лоран и Валентина. Это два бренда, которые инспирировали Вик Матье, когда он создавал эту обувь. Я уверена, что вы не останетесь незамеченной 100% ни на танцполе, ни на вечеринке какой-то более-менее кэжуальной. Эти ботильончики и сапоги сделают ваш вечер и вечер окружающих. Представьте, как они переливаются в софитах, ну или там просто даже в каком-то полумрачном заведении. Будет очень классно. Действительно, обувь, которая не требует никакого дополнения, не требует образа особого. Вы в черных джинсах, в черной майке, и вот, пожалуйста, вы уже звезда. И самое приятное, что, ну, тренд такой, да, тренд на спорт и тренд на удобство. То есть, наверное, лет 6-10 назад ни одна бы уважающая себя женщина, девушка, девочка не захотела бы надеть плоскую подошву, идя на вечеринку. Сегодня же мы хотим чувствовать себя комфортно. И спасибо современному миру и дизайнерам, что они делают для нас удобную обувь, потому что это очень важно. Вот в данном случае вы звезда, еще и вам комфортно. И танцпол ваш до самого утра. Можно выделить данную модель, и я вот не вижу, еще есть в коже черные, наверное, на примерке. Эта моделька у нас, опять же, она была инспирирована Живанши, всем известной моделью. Понятно, что здесь собственное исполнение, абсолютно отличающееся от ранее названного именитого бренда. Очень комфортная модель, безумно красивая тем, что это выполнено в велюре. С одной стороны, вам может показаться, что, да, велюр марки, но, конечно, эта модель не предназначена для выхода в грязь, ну, вот совсем в дождь. Дождь не будет помехой. Да, они намокнут немного, но внутри они полностью кожаные, поэтому никаких проблем в носке. Ну, имеется в виду, что нога у вас не промокнет, просто нужно будет дать время им подсохнуть. Ну, грязь я бы, конечно, не рекомендовала выходить в них, потому что это такой, больше сухая осень. Очень комфортный каблук, удобный, элегантный носочек. Для девушки, женщины любого возраста эти ботильончики будут действительно только украшением на ноге. Они подойдут как под джинсы, так и под юбку, под любые брюки классические, костюм. Это может быть выполнено, причем это все может быть в любой гамме. Как клетка зеленый, вот видите, даже сочетание, да, какое будет красивое, зеленый, так черный, цвет серый, графитовый. Ну, абсолютно ко всему будет подходить в гардеробе. И, конечно, такой переливающийся каменистый эффект какого-то звездного неба только дополнит ваш образ. Не могу не отметить, такую модель вы не встретите нигде. Винтажно не по выделке, да, как, допустим, мы до этого рассматривали казаки какие-то, у которых эффект такой винтажный. Здесь именно модель винтажная. Привет из, не знаю, из 19 века, наверное, так скажем. Эта модель очень много раз, например, бралась и интерпретировалась такими брендами, как Александр Маквин. Очень удобный каблук. Совершенно, да, он высокий, но он очень удобный, потому что у него такая достаточно широкая платформа. Конечно, очень приятные все, все бренды, о которых я сейчас и все модели, которые показываю, они в ценовом диапазоне около 20 тысяч. Поэтому это вдвойне украшает эту обувь. Так вот, и носочек очень комфортный. То есть бывает сейчас, вот если мода идет на острый, да, но с острым носом не каждой девушке, женщине комфортно ходить, потому что, ну, мы жители сибирского региона, и у нас все-таки есть склонность к такой более-менее широкой ноге. И зачастую некомфортно с узким носом обувь носить. Ну, в частности, я даже скажу вам за себя, у меня узкая нога, но когда мода пришла на лодочки с острым носом, честно, я не нашла себе ни одной пары, в которой я бы смогла отходить больше, чем два часа. Поэтому здесь очень комфортный, удобный будет носочек. Последние два-три слова про бренд Lola Cruz. Как я сказала ранее, бренд также представляет спортивную линию. Вот, обратите внимание, сами догадайтесь, чем инспирирована. Самое привлекательное в бренде, опять же, повторюсь, это цена. Например, кроссовки 15 тысяч стоят с копеечкой. Они очень изящно дополняют ваш гардероб. Они, с одной стороны, очень спортивные, потому что удобная подошва, с другой стороны, очень нарядные. И, на самом деле, у Lola Cruz есть очень знаковая деталь, это глазки. Обратите вот внимание, такой декор они используют на своей обуви зачастую. Одна из моих любимейших марок, это бренд Katma Kony. Бренд уникален своим, с тем, что дизайнер прорабатывает каждую модель индивидуально, с огромной-огромной действительно любовью. И очень важно рассматривать, ну, и проникнуться именно к этим деталям. Вы проникнетесь точнее, если придете и посмотрите их воочию. Например, она любит необычные каблуки. И, посмотрите, пожалуйста, вот такие, такие. Отделка внутри замши и снаружи. Видите, он такой треугольно-какой-то трапециевидный. Это джекаблук. Она использует как в ботильонах, так и в более легких туфлях. Это вообще модель номер один по продажам во всем мире. Это ее прям такой личный, собственный мастхэв и хит из хитов. Действительно, обувь особенно красиво смотрится на ноге. То есть это из тех брендов, которые надо обязательно примерять. То есть мои, конечно, фавориты. Это леопард зеленого цвета, ботильоны на этом скошенном каблуке. Вот эти просто безумной красоты открытые ботильончики. Трикотажные носки. Если вы еще не купили себе в этом сезоне никакую трикотажную обувь, пожалуйста, приходите. Они комфортные внутри, супер мягкие. У них вот по этой части, по канту, как туфли, идет кожаная внутри вставка. Ну, как кожаная туфля, да? Поэтому, несмотря на то, что они очень узкие, будет очень комфортно в них входить. И они стоят всего 16 800. Это прям не цена, а подарок. Ну, и мы не могли обойти удобную подошву и не заказать у Кэтмакони вот такие классные полуказачки. Тоже, в общем-то, мастхэв этой осени. Ну, пожалуй, все. Ждем вас у нас в универмаге. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. У нас каждый стилист сможет вам подсказать, рассказать не менее привлекательно и вкусно, чем я. Надеюсь. Все, всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok